Это существование произошло 84 раза. Оно произошло уже 84 раза. В этом контексте только 21 раз все еще существует. Остальные 63 уже полностью исчезли. Их можно уже не искать. Но вы можете увидеть их как отпечатки в памяти собственной системы. Осознаем мы это или нет, но число 84 оказывает огромное влияние на нашу жизнь. Почему 84 имеет такое значение? Это существование произошло 84 раза. Оно произошло уже 84 раза. Сейчас 84. Современная наука доказывает, что все существование — это просто вибрация. Это не мое открытие. Это научный факт. Там, где есть вибрация, должен быть и звук. Да? Так? Я стараюсь объяснять логически. Шаг за шагом. Есть и другие способы. Просто вот так я мог бы сделать, чтобы вы познали это по-другому. Но мы пойдем шаг за шагом. Там, где есть вибрация, обязательно должен быть и звук. Так что... Вы не просто вибрация. Вы — звук. Скорее, даже шум. И те, кто издают звуки, и те, кто нет. Все вы — лишь один звук. Это то, что сегодня говорит современная наука. Когда-то давным-давно вам сказали, что сначала было слово, и слово было Бог. Так было сказано давным-давно. Звук — это слово, не так ли? Точнее, слово — это звук. Если сейчас я скажу «да», то поскольку вы знаете язык, вы придадите этому звуку определенное значение. Если вы не знаете этого языка, то, по-вашему, я просто издаю звук. Не так ли? Из-за того, что вы не знаете их языков, вам кажется, что они издают какие-то странные звуки. Нет? Они что-то говорят. Если я буду говорить на языке, которого вы не знаете, вы, естественно, подумаете, что я издаю какие-то странные звуки. Не так ли? Если я сейчас начну говорить на тамильском, либо на языке канада, или телогу, или на любом другом языке, которого вы не знаете, то вы подумаете, что вы даже не будете знать, действительно я говорю на каком-то языке, или просто придумываю эти звуки на ходу. Не так ли? Да? Так что слово — это просто звук. Поэтому было сказано, что слово — это Бог. Потому что тот, кто внимательно рассматривает существование, может видеть, что невозможно разделить то, что вы называете творением, и то, что вы называете творцом. Если вы разделите их, творение перестанет существовать. Без постоянной поддержки источника творения, само творение не смогло бы существовать ни единого мгновения. Потому что творение — это не завершенный процесс, а продолжающийся. Да? Вы продолжающийся или завершенный процесс? Надеюсь, что с вами еще не все покончено. Вы продолжающийся процесс? Но без постоянного участия источника творения, как бы это творение могло быть продолжающимся процессом? Источник творения постоянно вовлечен в это. Отделить его невозможно. Вот почему было сказано, что в начале было слово. Это означает, что когда существование начало проявляться из своего непроявленного состояния, то первое, что произошло, — это звук. Даже ученые говорят, что в начале был большой взрыв. Взрыв, по сути, — это звук, верно? В Индии это выражено в очень красивой форме. Первым и единственным богом в этой части мира был Рудра. «Рудра» означает тот, кто ревет, кто ревущий. Они назвали его Рудрой, потому что в начале творения был рев. Ученые назвали это взрывом. Теперь ученые отказываются от теории одного большого взрыва и говорят, что это была серия взрывов. Один очень известный современный физик, который написал много популярных книг, недавно он написал еще одну. Я ее не прочитал, но я встретил этого человека. Он написал книгу, которая называется «Бесконечная Вселенная». Да, «Бесконечная Вселенная». Наука всегда верила, что у всего есть начало и конец. Но теперь физики говорят о бесконечной Вселенной. В йогической системе мы всегда говорили о постоянно расширяющейся Вселенной. И вот впервые ведущие ученые физики начинают признавать, что не существует ни начала, ни конца. Вселенная бесконечна. В настоящее время в научном сообществе широко распространена теория о том, что Вселенная может быть бесконечной. Поэтому, когда я разговаривал с ним, я спросил его, возможно ли, что это был не взрыв, а непрерывный рев. Он немного подумал об этом, рассматривая разные аспекты, и затем сказал, да, это возможно. Может, это был не просто взрыв, а рев. Возможно, это не произошло в одно мгновение, а происходило в течение некоторого периода времени, и постепенно начало происходить сотворение мира. Поэтому первая форма, первый бог, известен как ревущий. Рудра означает ревущий. Затем я спросил его, как думаете, сколько раз он проревел? Он ответил, нам это неизвестно. Мы не можем сказать, потому что у нас нет возможности узнать это. Но очевидно, что он проревел больше одного раза. Затем я сказал, если однажды ваше исследование приблизится к этому, можете взять это число за ориентир. Он проревел 84 раза. Тот спросил меня, откуда вы знаете, на чем вы основываетесь? Я ответил, рассмотрев то, как устроена моя система, я могу сказать, что творение проревело 84 раза. И оно будет реветь еще много раз. Максимум 112 раз. Когда оно проревет в последний раз, после не будет ни начала, ни конца. Лишь вечное творение. Но до этого еще очень далеко. Я посоветовал ему, держите число 84 в качестве ориентира. У вас есть все эти компьютеры и математика. Я так и не научился складывать 1 плюс 1. Вы же научились всему этому, и однажды будете работать над этим. И когда вы придете к определенному числу, то обнаружите, что это число 84. Он спросил, но откуда вы знаете? Я сказал, если срубить дерево, то рассматривая годовые кольца, можно узнать о том, что случилось в последние тысячи лет, в каком году была засуха, в каком наводнении, когда случился пожар, да? Если же посмотреть на эту систему со всей осознанностью, в ней можно прочесть всю историю творения. Творение проревело 84 раза. Сейчас мы в 84 творении. И то, что произошло в результате этого 84 раза, это то, где мы с вами находимся. Из этих 84 творений 83 уже произошли. И одно происходит сейчас. И точно так же, как непрерывно происходит творение, так же непрерывно происходит и распад. Для некоторых процесс растворения начался, и они постоянно растворяются и растворяются. Из них только 20 все еще в процессе растворения, на разных уровнях. Остальные растворились полностью. Вы можете увидеть их только осознанно, посмотрев на творение, потому что в некотором роде оно содержит остаток или опыт предыдущих. Так же, как вы переносите свой жизненный опыт на все, что делаете. Процесс творения тоже переносит этот опыт из одного в другое, хотя они и полностью отличаются. Они могут быть абсолютно разными. Например, в школе вы играли в футбол. Это было 25 лет назад. И вот вам 45 лет, и вдруг в ваш дом врывается грабитель. Когда он врывается в ваш дом, вы не будете кричать. Вы сделаете так. Потому что когда-то вы играли в футбол. Пусть даже вы и совершенно забыли про это, но это хранится где-то в вашей системе. И вот оно неожиданно всплывает. И вы пинаете грабителя словно футбольный мяч. А не так, как это делают в карате, или в боевом искусстве калори-пайту, или как-то еще. Прошлый опыт. Даже если вы играли в футбол всего месяц или три месяца, след этого опыта остается где-то внутри вас. И он может проявиться в совершенно не связанной с этим ситуации. И это постоянно растет. Это мы называем кармой. Сейчас мы говорили об индивидуальной карме. Но есть и вселенская карма. Существует карма самого творения. Потому что творение само по себе и есть карма. Не так ли? Акт творения — это же действие. А действие означает карма. Это карма. Поэтому след этой кармы все время переходит в следующую фазу творения, на следующий уровень творения. Таким образом, произошло 84 творения. 83 уже произошли, и одно еще происходит. самые давние уже полностью растворились. они существуют только как отпечаток, отражающийся в последующем творении. Но их существование завершилось. Но 20 предшествующих творений все еще находятся на разных этапах существования. некоторые из них стали очень и очень хрупкими, некоторые немного сильнее, другие довольно сильные, а какие-то почти настолько же реальны, как это. Они почти такие же, как и это, но уже находятся в процессе растворения. В них уже нет активного процесса творения. Вот что значит растворение. Что для вас значит смерть? Для ребенка производится огромное количество, скажем, 100 миллиардов новых клеток в год. Но когда вам становится 35, этот объем немного снижается. Когда вам 45 — еще немного. Когда вам 55, снижается еще больше. Когда вам стукнет 75, он упадет еще больше. Настанет время, когда будет умирать больше клеток, чем производится. Вот что такое старость. Точно такой же процесс происходит и с творением. Растворение происходит постоянно. Даже в этот момент происходит и с творением. Но процесс творения также идет. Поэтому оно еще полно жизни и энергии. Когда процесс творения иссякает и останавливается, то за определенный период времени оно просто прекращает существовать. Происходит растворение. И через какое-то время остаются лишь отпечатки в памяти. Но жизни в них уже нет. Так что в этом смысле лишь 21 творения все еще существует в разной степени растворения. А оставшиеся 63 полностью исчезли. Вы уже не сможете увидеть их, как бы вы ни пытались. Но вы можете увидеть их, как отпечатки в памяти своей системы. Потому что этот отпечаток и этот опыт все еще здесь. Вот это одно настоящее творение. Все остальные существуют по мере своей активности, в убывающем порядке. Нынешнее творение включает два. Одно из них — физическое, которое хранит в себе память обо всем. Другое — это источник творения, который является основой будущего. Либо вы позволите своему прошлому стать вашим будущим. Когда вы позволяете своему прошлому становиться будущим, про вас мы говорим — это ее карма. Когда мы говорим — это ее карма, это значит, что она позволяет своему прошлому стать своим будущим. В ней нет новых возможностей. Вот что это значит. Когда мы смотрим на кого-то и говорим — Карма. Мы имеем в виду, что этот человек позволяет своему прошлому стать будущим. На самом деле у него нет будущего, только постоянное повторение прошлого. Поэтому, когда вы говорите «я иду по духовному пути», то на одном уровне это означает, что вы не хотите, чтобы ваше прошлое повторилось в будущем. Вы не хотите, чтобы ваша жизнь шла по кругу. Вы хотите, чтобы она двигалась вперед. Вы больше не хотите быть частью этого цикла. Последняя мантра, которую мы только что повторяли — «Пунарапи джананам, пунарапи маранам» — означает, что вы хотите как-нибудь разорвать этот круг. Как только вы попадаете в этот водоворот, вы не сможете двигаться вперед, только по кругу. Когда мы говорим «он ходит кругами», что это значит? Это значит, что он никуда не продвигается. Не так ли? Так что, когда мы говорим «это его карма», мы хотим сказать, что он ни к чему не придет, потому что внутри круга ему кажется, что это новое направление. Оно видится таким только потому, что у него слишком короткая память. Все они в состоянии амнезии. Они не помнят, что было до утробы матери или в утробе матери. У них амнезия. Поэтому круг выглядит новым. Каждый раз, когда они проходят через него, он кажется новым. Это похоже на белку в колесе. Слышали о таком? Здесь то же самое. В Индии. Особенно в егической культуре. Может быть, в Йога-сутрах был такой пример. Они сравнивают их с быками на маслобойне. На маслобойне быкам завязывают глаза, делая их слепыми. Они завязывают им глаза повязкой вот так, либо просто надевают такую маску, закрывая обзор. Так делают на маслобойне. Бык думает, что он куда-то идет. Это все равно, что беговая дорожка. Когда кажется, что куда-то идешь, но никуда не приходишь. Это и есть карма. Итак, это измерение, которое вы сейчас видите, есть на двух уровнях. Одно уже произошло, а другое еще происходит. Таким образом, 83 уже произошли. Если говорить числами, то 83 уже случилось, но все еще происходит. В остаточном виде оно все еще происходит. Ваше рождение уже произошло. Произошло? Ваше рождение уже произошло, но все еще происходит. Не так ли? Ваша смерть тоже уже произошла, но все еще происходит. Понимаете, о чем я говорю? Ваша смерть — это дело решенное. Не так ли? Это уже произошло. В тот момент, когда вы родились, случилась и ваша смерть. Первый шаг к смерти уже сделан, но процесс все еще происходит. Ждете ли вы, чтобы она произошла? Или надеетесь отсрочить ее? Но она уже происходит. Не так ли? И она уже произошла. Но внутри вас есть еще одно измерение, для которого ни рождение, ни смерть не произойдут. Только прикоснувшись к нему, вы обретаете то, что можно назвать будущим. Иначе у вас будет только ваша карма. Карма означает, что вы повторяете свое прошлое вместо будущего. Вы можете менять цвет и стиль того, как вы это делаете, но по сути происходит все то же самое. Ничего нового. Вы делаете то же самое, что и пещерный человек несколько тысяч лет назад. Хотя стиль и возможности изменились, но сама суть нет. Не так ли? Это как якорь. Это якорь. Вы бросаете якорь и пытаетесь сдвинуть лодку с места. В лучшем случае она будет двигаться кругами. Не так ли? Поэтому мы стремимся вытащить якорь и перерезать веревку, которая держит нас на якоре, чтобы в следующий раз, когда мы начнем грести, он не держал нас. Вся духовная садвина основана на желании освободиться. Свобода не означает, что вам нужно забыть все. Вы должны освободиться от памяти, которая управляет вами. И эта память находится не только в вашем уме. Каждая клетка вашего тела несет в себе память. Сейчас это очевидно для нас благодаря генетике и другим наукам. Вы несете в себе память ваших предков, которые диктуют ваше поведение. Посмотрите, у вас такой же нос, как и у них. Если только вы не посетили пластического хирурга. Да? Существует множество признаков или аспектов в теле, которые свидетельствуют, что память этих 84 творений все еще присутствует в нем. Она в каждом атоме вашего существования. Итак, вы стремитесь очистить это. Вы хотите очиститься от своей памяти, потому что она связывает вас. Эта память дает вам чувство принадлежности, но в то же время она связывает вас. Она не позволяет вам двигаться вперед. Поэтому, делая садхану, вы пытаетесь отрезать все, потому что вы не сможете двигаться вперед, не перерезав веревку, которая держит якорь. Почему же меня связывает память? Потому что память обеспечила целостность и стабильность вашего тела и структуры того, чем вы сейчас являетесь. Без этого, без памяти, невозможно было бы создать ваше тело. Вы сидите здесь благодаря памяти одноклеточного существа внутри вас, благодаря тому, что оно прошло через эволюционный процесс. Благодаря этой памяти ваше тело обладает структурой и целостностью. Так что память это не враг. Вы просто не умеете ей пользоваться. Основная проблема в том, что вы застряли в ней. Вы просто застряли в ней. Сейчас вы хотите освободиться и научиться использовать память. И вы не хотите, чтобы ваша память использовала вас. Это есть духовная садхана. Вы хотите, чтобы ваше будущее отличалось от вашего прошлого.